Во многих конкурсах побеждают наши юные таланты. Я была свидетелем многих начинающих певцов, которые возвращались с гран-при, с дипломами лауреата. Но, к сожалению, об этом знает только он и участники конкурса, и, естественно, члены жюри. Они в дальнейшем, к сожалению, не получали активную пропаганду со стороны телевидения, радио и телезрителей, и наши просто слушатели не все знают о том, что есть у нас среди детей тоже очень талантливые дети. И вот на Евровидение мы должны отправить самого достойного, самого яркого певца, талантливого, симпатичного, обаятельного, артистичного. И самое главное, чтобы он был в исполнении своей песни, в образе своем убедительным, ярким. И когда ребёнок действительно по-настоящему показывает образ, перевоплощается, вы знаете, это особый всё-таки дар. Потому что я не скажу, что он с этого дня станет мировой звездой, но его одарённость, его непосредственность, свобода, убедительные образы – это уже действительно большое, можно сказать, направление, правильное, хорошее направление на будущее. Поэтому, я думаю, с этими талантливыми нашими юными талантами правильно должны работать педагоги, вокалисты, режиссёры, вплоть до образа на сцене. Вот чего требуется на этом конкурсе Евровидения. Со всего света соберутся самые яркие, талантливые дети. И мы хотим, конечно, тоже выбрать самого достойного и направить его на этот конкурс. Само участие уже на этом уровне, на таких конкурсах, это уже большая школа. Я так считаю. Продолжение следует...